Однако важно заметить, что файлы бывают очень большого размера, поэтому часто перед тем, как выложить их в интернет, пользователь файла сжимает его или архивирует, а тот, кто файл скачал, должен распаковать, разархивировать этот файл. Сегодня мы изучим несколько программ архиваторов, которые умеют работать с архивами, и научимся как запаковывать, так и распаковывать архивы. Начнем с распаковки. Одним из самых популярных архиваторов на операционной системе Windows является архиватор ZIP. Чтобы распаковывать архив .ZIP в терминале, надо выполнить команду unzip. В Linux более популярным является архиватор ZIP, и для него используется похожая команда g-unzip. Стоит заметить, что есть небольшая разница между этими командами, не только в названии, но и в том, что unzip исходный архив не удалит, а gunzip оставит только распакованную версию файла. Покажу на примере. Пусть у нас скачана книга Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Три тома она разбита на две части. Первые два тома запакованы в формат ZIP, вторые два тома запакованы архиватором ZIP. Попробуем распаковать их. Сполняем команду unzip и даем ей архив ZIP. Команда сообщает нам, какой архив она распаковывала, и что она тут смогла достать. Посмотрим содержимое папки теперь. Мы видим распакованную версию первых двух томов и запакованную, которая гораздо меньше. Распакуем теперь третий четвертый том. Видим, что команда gunzip ничего не выводит на экран, а только делает свою работу. Теперь есть распакованная третий четвертый том, а архив .gz исчез. Субтитры создавал DimaTorzok